В марте этого года о коронавирусе жители Гомельщины уже знали не понаслышке, однако пандемия все еще казалась чем-то далеким. О первом случае заражения ковид в регионе Минздрав сообщил 11 марта. В больницу положили спортсмена Алексея Зайца, который вернулся в Гомель в соревновании с Португалией. На карантине оказались также 4 тренера и 8 членов команды по спортивной акробатике. Среди главных задач бригад скорой помощи в тот весенний период выяснить, был ли человек в эпидемически неблагополучных странах и каково его общее самочувствие. В целом, только в Гомеле одновременно работало около 50 бригад, в том числе несколько специализированных, педиатрическая и реанимация. Для более эффективного их использования университет имени Франциско Скорина разработал специальную программу, позволяющую контролировать местонахождение автомобилей и отправлять по нужному адресу тех, кто находится ближе. В марте программа работала еще в тестовом режиме, но уже тогда можно было говорить об ее эффективности. Это приложение позволяет узнать, где находятся бригады скорой помощи в режиме реального времени, узнать их статус, то есть они свободны, заняты, на вызове или перевозят пациента куда-то в больницу. И далее при поступлении вызова, введя адрес в поле поиска, можно узнать, какие ближайшие бригады находятся к этому месту. 1 апреля. В этом году в этот день было не до шуток и смеха. В Гомельской области зарегистрированы 10 случаев заражения тогда малознакомой инфекцией. Во всем определены контакты первого уровня, которые также госпитализированы в стационар. Особое внимание пожилым людям, которым рекомендовано минимизировать посещение общественных мест. Продукты питания и рецепты на необходимые лекарства им начали бесплатно приносить волонтеры и работники центров социального обслуживания. Работа налажена. Не все сегодня пожилые люди имеют возможность выйти в интернет и посмотреть какую-то информацию. Поэтому мы работаем в средствах массовой информации, в газетах печатаем вот эти телефоны горячей линии. Ну и памятки распространяем, естественно, что ближе и доступнее для наших людей. В решении существующих проблем активно включились и предприятия области. Большое внимание производству масок и других средств защиты. Соответствующие заказы выполняли на гомельских фабриках Коминтерны, 8 марта, Надекс, Мречицкой текстильной и Жлобинской швейной фабрики. Еще одно направление – это выпуск дезинфицирующих средств. К примеру, на гомельском ликероводочном заводе соответствующее производство открыли в середине апреля. Существующие складские помещения были оперативно перепрофилированы, и на данных площадях был налажен выпуск дезинфицированных средств. Какое-то оборудование было нами перепрофилировано, какие-то единицы были закуплены. Летом эпидемическая ситуация в регионе улучшилась, однако в сентябре пришла так называемая «вторая волна». По словам медиков, она всегда тяжелее первой, об этом свидетельствует история известных сегодня пандемий. Вместе с тем пришло понимание от того, что белорусский опыт в борьбе с коронавирусом оказался, пожалуй, наиболее эффективным. У нас не закрывали предприятия и не вводили обязательный карантин, что позволило сохранить производство и не допустить значительного снижения уровня жизни населения. К тому же заболеваемость в стране оказалась даже ниже, чем в большинстве других стран. Вместе с тем, среди первых мер, принятых в области во время второй волны, это решение облсполкома о введении масочного режима. Мы работу ведем, и она определена разными мероприятиями. То, что мы принимали решение, в первую очередь, это план мероприятий, которые мы сегодня настраиваем все наши организации и обращаем внимание наших людей. Это, во-первых, что должны носить маски в определенной степени, обезопасить рядом нас находящихся. В том числе, это дистанционка, которую мы должны соблюдать. Это о торговых объектах, о местах массового скопления людей. Ну и, конечно, самый главный фактор, который мы сегодня должны рассматривать, это проветривание помещений. Мониторинг свидетельствует, большинство жителей региона используют маски, особенно в общественных местах, магазинах и транспорте. При этом автобусные и троллейбусные парки ежедневно по несколько раз обрабатывают салоны дезинфицирующими средствами. Подкоечный фонд перепрофилирована значительная часть медучреждений. И еще такая цифра. Для предотвращения ковид-угроз по состоянию на 1 октября только из областного бюджета было выделено почти 62 миллиона рублей. В учреждениях здравоохранения работают 483 аппарата искусственной вентиляции легких. Проведена дополнительная работа по устройству новых точек подачи кислорода. В красных зонах работают около 4000 врачей. Это 60% от общего количества. И 17 тысяч средних медицинских работников. Это 86%. Кроме того, сегодня поменялись подходы по обследованию и выдаче больничных листов контактам первого уровня. Внесены поправки в действующее законодательство, которые позволили расширить полномочия работы специалистов контактной бригады. И тем самым вводится новое понятие «домашний очаг». То есть, если совместно проживающая семья имеет одного пациента, одного члена семьи больного ковидной инфекцией, остальные члены семьи являются контактами первого уровня. И для этого на сегодняшний день нет необходимости дожидаться эпидемиологического расследования санитарно-эпидемиологической службы. Автоматически контактная бригада фиксирует всех совместно проживающих членов семьи и передает их, формирует список контактов первого уровня работающим членам семьи заболевшего ковидной инфекцией, отнесенным к категории контакта первого уровня, которые не имеют симптомов, дополнительно каких-то обследований и анализов не назначаются, а сразу открываются лесные трудоспособности на 10 дней. Медицина готова и дальше работать в сложных эпидемических условиях. Однако не стоит забывать, в борьбе с коронавирусом многое зависит от личной ответственности каждого из нас. По прогнозам Министерства здравоохранения, к концу этого месяца республика выйдет на плато, после чего начнется постепенное снижение. Медики Гомельской области к дальнейшей работе в условиях пандемии готовы. Сегодня у нас есть места, у нас есть резерв, у нас каждый день порядка более 700 по области резервных мест. Мы отслеживаем информацию на протяжении суток постоянно. И действительно, вторая волна, она более жесткая, чем первая волна. Но, тем не менее, система здравоохранения области работает сложно, но контролируемо. Средства индивидуальной защиты полностью у нас есть запас от полутора до четырех месяцев. Он постоянно обновляется. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели. Новости недели.